О своем отце вспоминает дочь Надежда Тимофеевна с особой любовью, нежностью и теплотой. Видеоролик о ветеране Тимофея Филиппове смонтировали активисты школьного медиа-центра, который был создан несколько лет назад благодаря победе учебного заведения в конкурсе социально значимых проектов фонда Александра Прокопьева. Старшеклассники для создания ролика использовали фотографии и видео из семейного архива фронтовика. Самое главное, ребята смогли передать то, что хотела видеть дочь – это доброту и любовь к людям. У него не было врагов. Вот самое интересное, что в нем. Ни у кого нет, а у него было, у моего папы. Он был добрый. Вот человек ему скажет грубость, обзовет его как-то, прямо на скандал вызывает. Он как будто не слышит. Через две минуты где-то паузу держит. Потом начинает говорить, как будто ничего не было. Вот это попробуйте. Не получается. Сколько пыталась и никак. Папа Надежды Тимофеевны прошел две войны – финскую и Великую Отечественную. Дошел до Берлина и там встретил победу. На его кителе, рассказывая дочь, едва можно было найти свободное место. Все было в боевых наградах. Тимофей Иванович Филиппов – кавалер Ордена Отечественной войны второй степени. Награжден медалями за оборону Сталинграда, за боевые заслуги, за отвагу, за взятие Берлина. Когда он возвращался в Бейск, конечно, там все вагоны были переполнены. Он ехал на крыше. И весь это, в Саже приехал домой. Ну, приехал, конечно, к себе в деревню, где ждала его мать, сестра и братья. Уже в декабре 45-го он устроился на работу. Тимофей Филиппов был шофером на Бейском мелькомбинате и на комбинате хлебопродуктов. Там же, на заводе, он встретил свою жену. Она была бухгалтером. Это были идеальные отношения, вспоминает дочь Надежда Тимофеевна. В доме никаких конфликтов, только любовь. Тимофей Филиппов умер накануне 73-й годовщины Великой Победы. Человек, прошедший две войны, прожил 104 года. Ну, это как бы на юбилее он тут сидит. А как ему удалось дожить до своего возраста? Да, да. Он делал зарядку каждое утро. Не ленился. Ролик о ветеране, смонтированный школьниками, как и другие работы участников конкурса, можно посмотреть на официальном сайте фонда депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Проект «Мы победили. Жизнь продолжается» посвящен юбилею Победы и проходит при поддержке главы региона Виктора Томенко. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Будни.